Бренд «Новая Россия» Свою работу текстильный салон начал с выставки ивановских производителей. Здесь все от тканей и готовых изделий до инноваций в швейной отрасли. Предприниматели презентовали посетителям свой продукт, рассказали о последних новинках. Хотелось бы также сказать про новинку, которую мы выпустили на рынок в 2017 году. Это так называемое мягкое стиранное льняное постельное белье. Оно уже прошло стирку бежевой комплекты, оно уже прошло стирку со специальным кондиционером и придает льняной ткани более мягкие тактильные ощущения и позволяет раскрыться пользе льна в полной степени. Стенд предприятия из Песцова профессионалов не оставил равнодушными. Ткани для мужской одежды одни из самых сложных в исполнении. Вот и Вячеслав Зайцев не смог пройти мимо. Да, да, клетка восторг, восторг клетки, восторги. Я думаю, что сделаю коллекцию специально с клеткой, мужскую коллекцию сделаю. Пальто, плащи, потом легкие жакеты, мужские и женские классы будут, очень здорово. Сам Вячеслав Зайцев и есть бренд новой России. А как иначе, видит, что будет модно на много лет вперед, создает сегодня одежду будущего. Заведующая кафедрой искусства костюма и текстиля Ивановского политехнического университета Наталья Мизонова считает, что отрасль выходит из кризиса. Если есть ткани, то будет и костюм. Это уже следующий шаг. Наше население-то, оно как-то робко очень на все это смотрит, не понимает, есть еще у нас текстиль или нет. А это опасное дело социальное, потому что тогда город себя уважает, ценит и становится городом, когда его население себя уважает и ему есть за что себя уважать. И раньше все себя уважали за то, что у нас такой текстиль, за то, что у нас, в общем-то, и мода может развиваться на базе этого текстиля. Зародился текстильный салон в непростые 90-е и стал первым детищем клуба «Деловая женщина». Задачей была поддержка модельеров и текстильных предприятий региона. За четверть века в текстильном салоне приняли участие представители более 40 стран и городов. Начинался салон с того, что мы представляли ивановские ткани, коллекции одежды. И в конечном итоге сегодня он перерос в масштабное международное мероприятие, в новый хороший проект, который включает в себя и показы, и открытие новых имен молодых современных дизайнеров. Это и различные площадки для обсуждения круглые столы, и, если вы помните, это и первые конкурсы профессионального мастерства. А какой еще могла быть судьба салона, если его бессменный президент, сам мэтр Вячеслав Зайцев? На финальном показе звучало много слов благодарности в адрес мастера. Все эти годы он и поддерживал, и направлял, и, по сути, вывел в свет скромное ивановское мероприятие. Мы, помню, приехали к Вячеславу Михайловичу с коллекции. Это первые наши показы были в Москве. И на следующий день открыли газету «Известия», а там на первой полосе газета «Известия» открывалась фотографией во всю страницу, первую полосу, где было написано «Успех ивановских ситцевых модельеров». Вот с этими, со всеми настроениями, вот мы живем все эти 25 лет. Юбилейный вечер на подиуме «Лучшие». Некоторые модельеры представили фрагменты коллекции за последние 25 лет. Калейдоскоп своих лучших работ представили Татьяна Савосина и Ольга Голдобина. А вот авторы Ксении Новиковой и Дарья Растунина на текстильном салоне впервые, при том, что их коллекция «Под пеленой дождя» ивановцам хорошо известна. Принц создавали ребята с ограниченными возможностями здоровья. Мы занимались с ребятами живописью и графикой. Ребята работали на разные темы, создавали интересные работы. И мы отобрали лучшие, устроили некий такой выставком и перенесли рисунки в ткань, создали авторские ткани. После чего на основе которых разработали коллекцию одежды. В коллекции «Морозное утро» 21 модель. На текстильном салоне представлено только 11. Пальто везли из Донецкой Народной Республики. Ехали мы к вам очень тяжело и очень долго. Лучше дорогу по тяжести и трудности даже не вспоминать, забыть, как страшный сон. Вот мы приехали двое суток в пути ради вечера праздника, чтобы посмотреть на работы коллег, чтобы окунуться в атмосферу праздника, которая вот здесь царит, творчества праздника. Вот, вы очень большие молодцы. Блеск и королевская роскошь. Даже на вешалках эта коллекция смотрится прекрасно. Прикоснуться к ней все равно, что дотронуться до легенды, модной легенды. Это коллекция Вячеслава Зайцева. И все уже с нетерпением ждут ее на подиуме. А вот платья и на подиуме. Кажется, что они даже не из ткани. Девушки-модели одеты в золотые, серебристые, перламутровые реки, которые едва касаются зрителя и тут же утекают обратно. В коллекции «Золотой век» Вячеслава Зайцева зал аплодировал стоя. А мастер, привыкший к овациям, все равно не смог сдержать слез. Занавес. Время шить новые костюмы и готовиться к следующему текстильному салону. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иванова. Аплодисменты.